Изначально транспортный бизнес стал причиной основания Одессы. Сейчас он развивается в городе с семимильными шагами. Точно такими же темпами идет развитие его области. Для того, чтобы обсудить в принципе то, как он развивается и какие у нас есть перспективы, у нас сегодня в студии глава совета директоров компании Unilaman Group Геннадий Сарачинский. Здравствуйте. Здравствуйте. И собственно расскажите немного про вашу компанию, чем она занимается. Мы знаем, что вы на рынке 20 лет и сейчас главной новостью как раз стало то, что прибыл впервые в историю Украины прибыл поезд из Китая грузовой. Первый постоянный контейнерный поезд, потому что в этом году в Украину прибыло еще 12 контейнерных поездов, но они все имели статус временных поездов. А наш поезд первый прямой постоянный контейнерный поезд из Китайской народной республики в Украину. Наша компания, группа компаний, холдинг Unilaman Group работает на рынке Украины и не только Украине, 20 лет в этом году мы отмечали эту дату. В связи с карантином мы, к сожалению, не смогли сделать это как-то публично, но я думаю, в связи с послаблением карантина это можно будет сделать и возможно, если это у нас получится, я думаю, мы вас пригласим тоже к нам в гости. Мы работаем на рынке Украины и предлагаем в основном собственные сервисы. Что значит собственный сервис? Это когда всю или всю цепочку или большую часть цепочки оказания услуг вы производите собственными силами. Естественно, если вы перевозите контейнера, экспедируете контейнера морским транспортом и транспорт принадлежит судоходной линии, этот сервис не может быть собственным. Поэтому с этой точки зрения, естественно, морской транспорт и морские перевозки это не наш собственный сервис. Но есть много сервисов, которые мы оказываем собственными силами, это наши собственные сервисы. И основной тренд для нас, который мы уловили много лет назад, это сборные грузы. Это сборные контейнерные грузы, которые мы везем по морю, сборные контейнерные грузы, которые мы везем железной дорогой в Украину, сборные автомобильные грузы, так называемые FTL. Мы возим их с Европы. А также авиагрузы, которые мы консолидируем тоже в консоли и отправляем из Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов Америки, тоже привозим их в Украину. Ну и не только в Украину, а во все страны, где мы работаем. Мы имеем свои рабочие офисы в Украине в нескольких городах. Это Одесса главный офис, Киев, Львов, Харьков и Днепропетровск. Днепр, извините. Также у нас были офисы на Донбассе, но в связи с последними неприятными событиями мы вынуждены были закрыть. Также у нас есть офисы в Молдове, офисы в Грузии, офисы в Китае. У нас и экспедиторские компании есть в Китае собственные, и торговая компания. Есть представительство в Объединенных Арабских Эмиратах. У нас там есть свой офис, где мы встречаемся с нашими партнерами, с нашими клиентами. Мы планируем еще открытие нескольких офисов в других странах, но я не хочу анонсировать. Я так анонсировал, но не хочу раскрывать, конкретно в каких странах. Ну, понятно, это как бы корпоративно еще тайно. Я так понимаю, вы являлись, собственно, частью лоббирования того, чтобы в Украину наконец-то попал поезд из Китая. Да. Постоянно. Да, вот где-то полгода назад, 9 месяцев назад мы провели апгрейд компании и многое изменили. Мы изменили правила работы, изменили кое-какие корпоративные требования. Не говоря уже об изменениях в технологии работы, в технологии учета самих процессов, которые у нас происходят в компании. И мы с начала года запустили дополнительных 4 сервиса, которые стали успешными уже буквально спустя 6 месяцев. Один из этих проектов – это был контейнерный железнодорожный прямой поезд из Китайской Народной Республики. Следующий поезд из этой же провинции, из этого же Гуанчжоу, выходит 26 июня, то есть через несколько дней. И уже 15 июля мы запускаем поезд из Циндао, китайцы говорят Чиндао, это уже другая провинция. Мы планируем до конца года запускать как минимум из трех провинций контейнерные поезда. А в основном какие это грузы они к нам поставляют? Это так называемые генеральные грузы. То есть это не опасные грузы, это не какие-то специфические грузы, это не агротовары, это генеральные грузы. Это может быть одежда, обувь, товары народного потребления, это мебель, вот такие грузы. Этот проект очень важен и для нашей компании, и для бизнеса, для бизнеса Украины, для бизнеса Китая, потому что самое главное преимущество железнодорожного перемещения это время. Первый поезд, как говорят, первый блин комом, и первый поезд всегда приходит или выходит с опозданиями, или приходит с опозданиями. Времени на ошибку у нас не было, потому что китайская государственная железнодорожная компания сразу предоставила нам статус постоянного поезда, то есть внесла ее в расписание китайских железных дорог, это раз. Во-вторых, она нам сразу дала статус экспресса, то есть это поезд, контейнерный экспресс. И у нас не было права выйти на день раньше или на день позже, у нас не было права выпустить не 50, а 49-48 контейнеров. Нам надо было обязательно сформировать точное количество. По сути своей, это железнодорожная контейнерная линия, потому что она ходит по определенному маршруту, по определенному графику. Все поезда, железнодорожные контейнерные поезда, которые приходили в этом году и в прошлом году, их несколько было и в прошлом году, приходили в Украину из Китайской Народной Республики, не имели статуса экспресса, они не имели статуса постоянного. Поэтому они выходили по наполняемости, они выходили с количеством 35-40 контейнеров. У нас немножко другая ситуация, этим мы отличаемся от наших конкурентов. Почему контейнерный поезд именно из Китая? Почему мы... Что это будет, грубо говоря, значить для экономики Украины? Я так понимаю, это позитивно должно сказаться и на Одессе и области. Однозначно. Самое главное преимущество контейнерного поезда – это время. Если морем в среднем контейнер из Китайской Народной Республики в Украину перемещается 40 дней, а иногда и 60 дней, это зависит от количества портов перевалки. Один порт перевалки – это может быть 40 дней, два порта – это может быть и 60 дней, то контейнерный поезд первый у нас пришел за 22 дня. Мы будем стараться, чтобы транзитное время у нас сохранялось в районе 20 дней. Это уже с запасом. Конечно, будем стараться это делать и быстрее. Но в железнодорожном транспорте тоже есть некоторые объективные факторы, типа сезонности, когда на переходах между Китаем и Казахстаном, Китаем и Монголией скапливается большое количество в определенных пунктах перехода состава. Поэтому у нас предоставление, присвоение нам статуса экспресса дает нам возможность первоочередного прохода этих границ. Это для нас очень важно. Так вот, короткое транзитное время – это не просто более быстрая доставка товаров из Китая в Украину, это еще и более быстрое использование денег. То есть предприниматели Украины замораживают, грубо говоря, замораживают не деньги не на 40 дней перевозки, а на 20 дней. То есть и товарооборот, и денежный оборот происходит гораздо быстрее. И вот эти моменты для экономики, особенно для современной быстро развивающейся экономики, они очень важны. У нас в Одессе, грубо говоря, в Одессе, в Одесской области, находится один из самых больших рынков, в принципе, Украина – это седьмой километр. И там часто торгуют товарами из Китая, Турции, из стран, где более дешевое производство, которые перевозят товары к нам. Это, получается, удешевит товары из Китая или просто сделает ассортимент больше? Или как это может повлиять, в принципе, на рынок вещей? В первую очередь это ускоряет товаро-денежный товарооборот. И денежный оборот, и товарооборот. Поэтому это может и повлиять на понижение цены, потому что мы предоставили фракт немножко ниже, чем морской фракт. То есть, однозначно, перевозка и быстрее, и дешевле. То есть, по сути своей, стоимость товаров должна снизиться. Но, естественно, 50 контейнеров не играют большой погодой. Если мы запустим 10-12 контейнерных поездов, это будет 600 контейнеров в месяц, то это может как-то немножко повлиять. Хотя вряд ли, потому что железная дорога из Китая никогда не станет полноценным заменителем или альтернативой морю. Потому что по трудозатратам на единицу, на один контейнер, железная дорога, она более трудозатратная. Вот представьте себе, идет судно, на котором 7-10 тысяч контейнеров. И оно идет одно. И одна компания, которая оперирует это судно. А идет, ну и тут 5-7-10 тысяч контейнеров. А в составе идет 50 контейнеров. И тоже одна компания, один поезд. И нужно оперировать этот контейнерный поезд. И он тоже движется по маршруту Китай, Украина. Таким образом, естественно, абсолютно заменить море мы не сможем. Море это, как говорится, вечная тема. Но альтернативу в определенных сегментах, то есть это определенный сегмент рынка. То есть есть длинная перевозка морем, есть более короткая, более быстрая перевозка, это железная дорога. И есть еще более быстрая перевозка, это авиа. Мы работаем во всех направлениях. Кроме того, мы работаем в автоперевозках. Если мы говорим о перевозках по Украине, то у нас есть свое транспортное предприятие. 140 тягачей находятся в Одессе. В Молдове у нас тоже, помимо экспедиторского бизнеса, есть еще тракинг. У нас там АТП 13-14 автомобилей. Ну, для рынка Молдовы этого достаточно. Но мы еще перевозим грузы, и отдельные грузы, и сборные грузы, автотранспортные из Европы. У нас есть компания в Польше, есть склады консолидации в Польше. И мы принимаем грузы, собственно, европейские грузы, грузы, которые приходят в Европу морем или авиа, формируем машину, консолидируем и привозим в Украину. То есть мы работаем во всеми видами транспорта, ну, кроме трубопроводного. Ну, сейчас как раз автоперевозки должны развиваться более легко, потому что сейчас у нас есть президентская программа «Большое строительство», в которую вложили очень много денег из бюджетных средств, и она направлена на ремонт именно дорог и строительство этих дорог. Знаю, что как раз есть строительство дорог из Польши, связанное с двух сторон, которые строятся. Там, правда, даже уголовные дела появились со стороны Польши, причем тоже достаточно интересно. Но вообще вот эта программа «Большое строительство», она должна будет с помощью появления такой инфраструктурной модели улучшиться, качество перевозки, потому что многие там говорят еще о перегрузах и о прочем, но... Однозначно улучшить. То есть инфраструктура нам просто необходима. Для таких стран, как Украина, для нашей страны инфраструктура очень важна, поскольку у нас очень большая доля транзита присутствует, а также собственное потребление как с севера, как с востока, так и с запада автомобильным транспортом. Инфраструктура, развитие, состояние инфраструктуры – это ключевой показатель, ключевой маркер экономики любой страны. Даже в древние времена, мы помним, Римская империя, когда она осваивала новые территории, первое, что она делала, она строила дороги. Кстати, эти дороги еще до сих пор, некоторые дороги остаются, то есть дороги были качественными. И поэтому развитие инфраструктуры автомобильных дорог очень важно для Украины. Но также не надо забывать о развитии инфраструктуры железных дорог. А как с этим вообще обстоят дела? Ну, правительство тоже работает над этим. У нас дело в том, что достаточно в хорошем состоянии находятся железные дороги. Дело только в оперативности, оперировании составами, в оперативности. Вот мы знаем, что современный тренд в Европе – это железные дороги. И автомобильные перевозки в Европе – это только 150-200 километров, не более. Вообще есть такое понятие «последняя миля». То есть если есть возможность доставить груз морем, железной дорогой, то только «последняя миля» доставляется автотранспортом, уже до склада клиента. Все остальное делается не автотранспортом, потому что это более дорогой вид транспорта, и он не является настолько экологичным, как, допустим, железная дорога. Кроме того, есть вопрос тяжелых грузов. Тяжелые грузы должны ходить исключительно железной дорогой. Кроме того, если это системные потоковые грузы, они тоже должны ходить железной дорогой. Если это продукты металлургии, если это зерно, если это какие-то агропродукты, они перемещаются по территории Украины железной дорогой, и даже когда они вывозятся на экспорт, они тоже в основном перемещаются по территории Украины. Мы можем ввести зерно, допустим, с Одесской области в порт автотранспортом, но если идут грузы, допустим, СОИ с Ивано-Франковской области, то нецелесообразно это делать, потому что сама перевозка будет очень дорогой, автоперевозка. Поэтому выгодно с более дальних от портов областей возить грузы именно железной дорогой. Кроме того, сейчас и некоторые судоходные линии, и некоторые другие компании запускают внутренние железнодорожные контейнерные перевозки. То есть мы знаем, что и с Одесского порта, и с ТИСа контейнера, которые заходят на судно, переставляются на платформы и по Украине развозятся ЖД поездами, а потом уже вот эта последняя миля довозится автотранспортом. Поэтому, конечно, развивать инфраструктуру нужно комплексно. Это инфраструктура автомобильных дорог, это инфраструктура железных дорог, это инфраструктура аэропортов, это инфраструктура терминалов, железнодорожных терминалов, контейнерных терминалов. Нужно развивать все в комплексе. И хорошая инфраструктура, и оперативная работа, она обеспечит очень-очень бурный рост экономики. Если мы посмотрим на Западную Европу, то там очень развита инфраструктура и очень высокая оперативность перевозок. То есть мы, когда собираем грузы для консолидации в Европе, это занимает часы. Это занимает часы, то есть там есть определенные ресурсы, где грузоперевозчики выставляют свои возможности, где клиенты ищут эти возможности или размещают свои заявки. Это все быстро обменивается, быстро работает. Кроме того, ресурсы, которые предоставляют эти услуги, они перепроверяют и грузоотправителей, и грузополучателей, и перевозчиков, для того, чтобы не пропадали грузы, чтобы там работали только перевозчики с хорошей репутацией. Это очень-очень важно. Но, конечно, базовый момент – это строительство инфраструктуры. Без инфраструктуры говорить об оперативности, наверное, рано. А что делать с тем фактом, насколько я знаю, у нас с Европой разные железные дороги в плане колеи, то есть нужно поднимать контейнера и менять их? Да, у нас и с Китаем разные железные дороги, потому что в Китае Англия принимала участие в строительстве железных дорог, а у нас, в России, в Монголии другая колея, то есть это еще исторически сложилось со времен Российской империи. В Европе тоже узкая колея, более узкая колея. Контейнера переставляются на другие платформы. Просто переставляются на другие. То есть платформы… Насколько это удорожает, в принципе, или насколько это удлиняет процесс? Или это незначительная такая деталь? Это может быть значительная деталь. Это как порт перевалки при морской перевозке. Это может быть быстро, это может быть медленно. У нас в первом нашем контейнерном поезде перегрузка контейнеров с китайских платформ на те платформы, которые были поданы в Монголию, заняло 7 или 8 часов. Это очень быстро, потому что этот процесс может занимать неделю. У нас это заняло 7 или 8 часов, я уже точно не помню. Ну, мы очень старались при первом поезде, будем стараться поддерживать этот тренд. Мы прекрасно понимаем, что если контейнерным поездом мы будем перевозить грузы 60 дней, то он будет просто невостребован. Ну да, он будет точно таким же, как и морским транспортом, он даже дольше. Да, он будет невостребован. Ваш поезд также проходит через Россию. У нас сейчас накаленная политическая ситуация. И хотелось узнать, не опасайтесь каких-то проблем. Или то, что Россия и Китай, как бы, тоже бизнес-партнеры большие, это как бы нивелирует эти риски? Мы не усматриваем никаких рисков в связи с пересечением территории Российской Федерации. В связи с тем, что гарантом пересечения выступает китайская сторона. Опять же, в отличие от наших конкурентов, у нас прямые контракты с государственными железнодорожными компаниями провинций, из которых мы пускаем поезда, и с компанией, которая производит контейнерное оборудование. Это компания «Смис», это самый крупный производитель контейнеров в мире. Каждый третий контейнер в мире произведен ими. Они нам дают оборудование. Железнодорожные компании провинций обеспечивают нас платформами и берут на себя полностью железнодорожное оперирование по территории Китая, Монголии, Российской Федерации и даже Украины. Мы не платим денег для российских компаний или вообще для кого-либо в России за прохождение этого поезда по России. Мы все деньги за это прохождение оплачиваем для китайской стороны, а как китайская железная дорога организовывает транзит через вот эти страны, Монголию и Россию, это мы не знаем и, возможно, даже никогда не узнаем. Это их внутреннее дело. Но за этот поезд мы ничего не оплачиваем для российской стороны, это раз. Ну и плюс Китай является гарантом пересечения гривенции. Какая выгода у Китая открывать рынок в Украине? Мы с вами за кадром говорили немного о том, что Украина это не самый перспективный рынок для Китая, потому что это большая страна с огромным количеством производства на весь мир, грубо говоря. Почему мы работаем с Китаем? Это достаточно очевидный вопрос, который имеет очевидный ответ. Почему Китай работает с Украиной? только для диверсификации рисков. Поскольку рынок Украины не очень большой, он не представляет большого интереса для Китайской Народной Республики. Но поскольку это настолько развитая экономика и она имеет возможности диверсифицировать свои риски, по сути своей железнодорожный контейнерный поезд возможен только благодаря поддержке правительства Китая. Сама по себе железнодорожная перевозка контейнеров из Китайской Народной Республики в Украину дороже, чем морская перевозка. Но мы этот фракт предоставляем для наших клиентов по такой же цене или даже ниже. За счет того, что китайское правительство для стимуляции, во-первых, для стимуляции производства и экспорта продукции датирует каждый контейнер. Сумма дотации может быть очень большая, от 1000 до 3000-4000 долларов за каждый контейнер. Кроме того, если будут перебои с морским сообщением, Китайская Народная Республика хочет себя обезопасить и обеспечить какую-то инфраструктуру на накатанных рейсах именно в Западную Европу и в том числе в Украину. Я думаю, что это только для этого. Но в любом случае, почему интересно, почему выгодно работать с Китайской Народной Республикой? Потому что, во-первых, это богатая, успешная, сильная и очень хорошо организованная страна. Во-вторых, она защищает свой бизнес и бизнес, который связан с китайским бизнесом. Даже взять на примере нашего поезда. Она защищает и создает условия для развития и существования и развития этого бизнеса. Я был на одном мероприятии, где присутствовали политики, бизнесмены из Украины и из Китая. И один политик украинский говорит, ну, что я вам скажу. Задача власти не мешать бизнесу. А китайский бизнесмен говорит, если бы вы это сказали в Китае, вас бы расстреляли. Государство Китай развивает, стимулирует развитие бизнеса. Во-первых, это само производство. Во-вторых, стимуляция экспорта. И это доходит до того, что китайские банки оплачивают для китайских производителей товары, берут на себя риски того, что покупатели этих товаров с разных стран не рассчитаются, страхуют эти риски и покупатели, в том числе из Украины, оплачивают уже для банка под низкие 3-4% годовых. То есть в Китае очень много инвестиционных программ производства и развития вообще бизнеса. Оказание услуг, выполнение работ, производство товаров именно в Китае. То есть китайские резиденты или компании, даже иностранные, которые долго работают в Китае, могут получать эти льготы и кредиты. Они очень льготные. Потом программу вот этого экспорта. Стимуляция путем дотации железнодорожных перевозок. Потом выкуп товара за счет банков Китая. То есть банк, Китайская Народная Республика дошла до того, в своих возможностях и в своей дальновидности, что она производит, оплачивает производителю, а вы нам потом оплатите. Естественно, это не для всех клиентов. Естественно, нужно пройти определенный период работы в Китае. А мы в Китае работаем 8 лет. И очень много лет мы ничего не зарабатывали. В Китае ни непосредственно в Китае, ни в Украине за счет Китая. Мы датировали этот бизнес. У нас два офиса в Шанхае, в Нингму. И в Шанхае это экспедиторские компании. И в Шанхае торговая компания. Много лет мы это делали. Но мы понимали, что через какое-то время это даст свои плоды. И наш поезд запущен только благодаря тому, что мы много лет присутствовали там. Мы показали, что мы компания с хорошей репутацией. То есть доказали свою надежность. Именно благодаря тому. Кроме того, я хочу еще сказать немаловажный факт. Почему интересно и хорошо работать с Китаем? Потому что Китай из всех стран мира экономически ближе всего для Украины. Если мы посмотрим таможенную статистику импорта и экспорта, то Китай стоит на позиции номер один и по импорту из Китая в Украину, и по экспорту из Украины в Китай. Это раз. Кроме того, есть очень много товаров, которые мы покупаем на Амазон, на других торговых площадках, которые тоже произведены в Китае. Вы заказываете товары из Америки, а они приходят с... Ну, тот же Алиэкспресс, это по сути большой такой китайский рынок. Да, но я имею в виду, что статистика, о которой я сейчас говорю, это статистика товаров, произведенных в Китай и ввезенных в Украину из Китая. Есть очень много китайских товаров, которые мы возим с других стран. Оно не отображается в статистике китайских товаров. Вы заказываете бренды, какие-то брендовые вещи из Европы, из Америки, а они произведены в Китае. Кроме того и более того, очень много товаров, которые произведены не в Китае, а на территории других стран, имеют составляющие китайского производства. Допустим, шерстяная ткань, а там какая-то вискозная или синтетическая составляющая тоже произведена в Китае А там тюбик тоже произведен в Китае В принципе, такое сообщение, которое вы сейчас организовали, которое будет, мы будем надеяться, развиваться широкими шагами Оно сможет стимулировать производство на территории Украины Мы очень надеемся, что да Очень надеемся, что да К сожалению, мы в настоящий момент, и не только мы, но и все логистические компании, которые работают в Украине Возят из Китая в большей части готовую продукцию Дело в том, что пищевая и легкая промышленность это самые маневренные отрасли промышленности и производства вообще И при создании определенных условий в Украине мы бы могли возить сырье Допустим, структура экспорта из Украины достаточно бедная, и это все сырье Это агропродукция, зерно, масло, это лес Ну, учитывая, что Одесса и Одесская область чуть ли не номер один в мире по производству масла и вообще таких зерновых культур То, в принципе, это может стать большой перспективой для как раз экспорта Да, но дело в том, что мы могли бы, и это было бы гораздо интереснее и выгоднее для Украины, если бы мы ввозили сырье из Китая А это в Китае вполне возможно Для них все равно, что продать контейнер ткани, что продать контейнер одежды Да, есть завод, который это отшивал Но если вы будете работать с заводом-произведителем ткани, то он вам с радостью продаст Там нет ограничений, что мы вам даем 10% ткани, а 90% вы забираете готовой продукции Пожалуйста, забирайте кожу, искусственную кожу, ткани, они это с радостью нам предоставят То есть можно, как и многие другие страны, брать комплектующие из Китая и у нас как бы совершать сборку Да, совершать Ну, там, возможно, с какими-то продуктами, которые у нас производятся товарами Да И как бы комбинировать, получать Да, это касается в первую очередь легкой промышленности У нас была волна В начале 2000-х очень много торговцев одеждой начали закупать в разных странах у Китая У Турции, у Сирии начали покупать ткани и шить, налаживать швейные производства Ну, сколько я знаю, до сих пор некоторые держат свои такие небольшие швейные фабрики Да, но держатся только некоторые А бума у нас, к сожалению, тогда не произошло Если бы это имело место сейчас, это бы очень хорошо стимулировало экономику Потому что это рабочие места Это рабочие места, это налоги уплаченные и НДФЛ, и налоги уплаченные с прибыли, и НДС Это все пошло бы в казну В первую очередь легкая промышленность, она самая маневренная Потом мы говорим о какой-то легкой сборке, бытовая техника и тому подобное Потом мы говорим о сборке автомобилей или какой-то более сложной техники Это все легко наладить в Украине Дело в том, что в Украине уровень средней заработной платы достаточно невысокий По сравнению с Западной Европой И мы бы очень хорошо могли бы соединить ввоз товаров сюда и пошив его здесь, допустим Или какую-то сборку здесь Это было бы очень интересно для нашей страны Ну и под конец возвращаясь к тому, что вы 20 лет на рынке Собственно вы компания, которая главный офис в Одессе И к высказыванию того политика, который сказал, что государство не должно мешать бизнесу Хотелось бы узнать, какая вообще ситуация в Одессе с развитием транспорта Как вы сотрудничаете с местными властями, с властями Украины, собственно И какие перспективы увидите в развитии в Одессе? Потому что это очень важная экономическая точка Которая пока на самом деле, к сожалению, играет не очень большую роль В формировании бюджета нашего области и города Ну, сама логистика Это необходимый элемент Это самостоятельная отрасль экономики Самостоятельная Но для обычного потребителя она неощутима Но это просто необходимый элемент экономики Потому что производство и торговля Производство, перепроизводство Производство, потребление, торговля, потребление Оно невозможно без логистики Все связывает логистика Вот мы находимся в этой студии Прекрасная, приятная студия Во-первых, для того, чтобы привезти сюда этот стул Его кто-то произвел Для того, чтобы его произвести, нужно закупить дерево Нужно закупить ткани, синтепон и тому подобное Это все свозилось То есть пока стул приехал сюда То есть один производитель, он один раз его произвел Производитель какого-то сырья один раз его произвел Но логистика была на всех цепочках То есть логистика и логистическая инфраструктура И оперативность, оперирование логистикой Она просто необходима для любой страны И поэтому логистика будет развиваться Потому что любой бизнесмен, который производит Который продает Он заинтересован в очень качественной и оперативной логистике А еще и в дешевой логистике Потому что логистика тоже, поскольку на производство стула 5, 7 или 10 раз применялась логистика То каждая составляющая будет играть очень большую роль Одесса, Одесский регион, это, конечно, морские ворота Украины Основные грузы заходят через порты Одесский порт, Южный порт, Ильичевск, Рыбный порт Сфера будет развиваться однозначно Мы работаем, наша компания Unilemon Group Она работает во всех видах перевозок Кроме трубопроводного, как я сказал Мы предоставляем уникальные сервисы Потому что мы решаем проблемы клиента под ключ Если клиент хочет перевести товар Мы можем для него закупить в Китае Отправить сюда, получить, растаможить Хранить, довести до склада Полный цикл В этом году мы начали предоставлять Помимо услуг перевозки, морской перевозки из Китая Если мы говорим сейчас о Китайской Народной Республике Еще опцию выкупа товара в Китае У нас есть своя торговая компания в Китае Торговая компания в Украине Клиент говорит, я хочу купить то-то и то-то На таких-то заводах, по такой-то цене Он платит деньги в Украину Мы эти деньги подписываем в договор Деньги конвертируем, переводим в Китай Оплачиваем на завод, показываем клиенту банковские выписки Что именно эта сумма зашла Принимаем, оформляем Экспортные декларации, все документы Привозим этот груз в Украину Мы его здесь храним, растамаживаем и отдаем клиенту То есть для клиента мы решаем очень много задач И очень много рисков берем на себя Какие риски? Утери и порчи груза То есть клиент просто этот груз не возьмет А поскольку мы его оформили на себя Это уже наша проблема То есть мы, соответственно, страхуем этот груз И тогда решаем вопрос страховой компании Потом изменения таможенных пошлин Тарифная сетка от таможенной пошлины Размер могут меняться И когда вы закупаете товар, тарифная пошлина была одна При привозе товара она может быть в два раза больше Мы берем эти риски на себя И даем для клиента товар В ту стоимость, которая была оговорена в договоре Мы можем предоставлять сервейерские осмотры При закупке товара на заводе При упаковке его и при отправке из Китая Это очень хороший сервис Кроме того, мы оказываем очень хорошие сервисы авиаперевозок Потому что у нас есть отдельно наш офис в аэропорту Борисполь На грузовом терминале И мы возим грузы авиа непосредственно в Борисполь Но также у нас есть офис в Польше И мы возим также авиа через Франкфурт, Будапешт и Варшаву И иногда это всегда дешевле Это всегда дешевле через Европу А иногда даже быстрее Почему? Потому что на Франкфурт, на Будапешт, на Варшаву На европейские крупные авиахабы Ходят большие грузовые авиасамолеты В Украину ходят небольшие самолеты Соответственно Да, в Одессе, насколько я знаю, грузовые самолеты В принципе не создают, только пассажирский поток Пассажирский поток, если привозятся сюда грузы Они привозятся или с багажом Или в салоне, когда складываются сидения Или демонтируются сидения А это влияет на себестоимость Потому что вся погрузка-разгрузка производится руками А в грузовом самолете это производится автоматизированным путем Соответственно, ну и естественно рейс-то один Но вести 40 тонн или вести 100 тонн Себестоимость тогда килограмма перевозки гораздо ниже Таким образом мы можем оказывать услуги перевозки через Европу Мы консолидируем это в свои автомобили на своем складе И привозим для клиента У нас есть также много других уникальных сервисов Вот те сервисы, о которых я вам говорю Это собственные сервисы Кроме того, мы лидеры рынка контейнерных сборных грузов LCL, так называемые грузы Морской LCL, железнодорожный Лидеры То есть следующий наш конкурент В очень-очень большом отрыве от нас Мы опять же сами консолидируем эти грузы в Китае Отправляем в Украину Получаем их на свои склады Мы консолидируем и развозим своим же транспортом до склада клиента То есть сборные грузы это современный такой тренд, который мы уловили еще 7-8 лет назад Я имел в виду, не сталкивались ли вы с какой-то проблемой законодательства, например? Или у нас законодательство достаточно, скажем так, приятное для ведения транспортного бизнеса И, собственно, для транспортировки грузов из других стран через Одессу, через другие города? Законодательство, которое касается перевозки грузов и вообще транспортное законодательство Оно достаточно приемлемое для нас в Украине по одной простой причине Есть определенные международные стандарты И законодательство стран практически всех развитых стран мира, оно соответствует этим стандартам То есть есть конвенции, допустим, конверция о морском праве Если вы возьмете кодекс морского мореплавания, торгового мореплавания То это будет фактически переписанная конвенция по морскому праву А эта конвенция действует во многих странах мира Таким образом, международная логистика Почему нам легко находить общий язык и работать в разных странах? Потому что законодательство приблизительно одинаковое Практика работы, технология работы приблизительно одинаковая То есть судоходная линия заходит и в порты Китая, и Арабские Эмираты, Египет, Турция, Украина Одна и та же судоходная линия То есть мы работаем по одними и тем же правилам Железнодорожные конвенции тоже очень достаточно унифицированы и работают в разных странах Так что, что касается транспортного законодательства, то нареканий у нас нет Была проблема в прошлом году, ей дали очень громкое, скажем так, осветили ее и в СМИ, и на государственном уровне В том, что одна из государственных контролирующих служб, сейчас не будем уточнять, увлекать в это Просто, грубо говоря, занималась пиратством И многие международные компании, которые имели отношение к Украине, вели свой бизнес в Украине Отказывались работать Ну, они говорили, что если вы ничего не сделаете, то мы как бы откажемся, свернем бизнес Потому что нам вот эти убытки в виде там взяток или, а если не взяток, то штрафов Причем штрафы потом возвращались через суд, но просто вот это время в судах у нас тоже, это колоссальное Никому это не нужно И сталкивались ли вы с такой проблемой вообще вот при транспортировке? Мы с такой проблемой не сталкивались Мы не сталкивались с такой проблемой Вы наверняка слышали про него Мы слышали, мы слышали об этом, мы слышим о всех проблемах Конечно, мы и мониторим рынок Даже не надо мониторить, рынок Украины достаточно узкий Но сейчас ситуация налаживается или наоборот, ну или остается в том же русле? Ситуация достаточно стабильная В течение многих лет ситуация достаточно стабильная Нельзя сказать, что есть какие-то рывки вверх и подъемы или падения Достаточно стабильная по одной простой причине Правительство, органы государственной власти Прекрасно понимают, что логистика обеспечивает товарооборот Большая статья дохода бюджета, доходная часть бюджета Украины Это ввозные пошлины и это НДС И то и другое оплачивается при ввозе товаров в Украину Ну, это выгодно И для чего пилить сух, на котором сидишь Или резать курицу, которая принесет золотые яйца Кроме того, экспорт Если будет плохо работать логистика, мы не сможем ничего отсюда вывозить Ну, это тоже очень большая проблема Поэтому логистика это наш канал связи с внешним миром Мы можем ездить на какие-то выставки, на какие-то мероприятия Общаться с разными государственными чиновниками разных стран Но если мы не даем им зарабатывать и сами не зарабатываем на этом общении То мы будем интересны, ну, наверное, на один-два раза На одно-два общения, не более Но если вы работаете с Китайской Народной Республикой У нас в наших компаниях работают китайцы Мы оплачиваем заработную плату У нас все трудоустроены официально Мы оплачиваем налоги за них Налоги платят компании Налоги с прибыли Компании дают какой-то экономический эффект для Китайской Народной Республики Если мы вывозим экспорт и налаживаем каналы вывоза Являемся операторами каналов этого вывоза Мы еще более интересны для правительства Китая Таким образом, с нами будут иметь дело А если мы просто будем общаться на частном уровне На уровне бизнеса, на политическом уровне Просто общаться Ну, дальше первая-вторая встреча ничего не дойдет Таким образом, мы обязаны доказывать Своей ежедневной деятельностью То, что мы что-то из себя представляем То есть государство должно как-то стимулировать эти отношения с другими государствами Однозначно Нашими партнерами Однозначно Не просто не мешать Да, не просто не мешать, а стимулировать И помогать как законодательно, так и, возможно, как-то экономически Да, однозначно Геннадий, большое вам спасибо Надеюсь, нашим зрителям все это было очень интересно Потому что транспортный бизнес действительно является одной из ключевых Не только для Одессы, а для всей Украины Ключевых таких точек способа заработка, способа пополнения бюджета Надеюсь, наши чиновники, наши государственные деятели прислушиваются к нашей беседе Ну, а на сегодня это все Пока Субтитры создавал DimaTorzok